Уважаемые коллеги, меня слышно? Вас слышно, хорошо. Отлично, отлично. Я взятый, рад приветствовать всех участников конференции. Можно ли перезвонить, ноутбук показать, если кто-то в зале? Окей, хорошо. Небольшой план презентации. Мы сначала поговорим о причинах Раклевского, почему они возникают, потом о распространении в мире, в России, и если успеем, боюсь, что не успеем, то затронем вопросы скрининга. Я, так понимаю, полчаса, да, на заклад? Да. Да. Ага, спасибо. Ну, первое, самое главное, о чем стоит поговорить, это, конечно, откуда вообще взялся Раклевского, о премии. На самом деле, всю историю развития причинно-следственной связи, причинно-следственной связи, курение и Раклевского, прекрасно описывает такой мем для описания успехов в компании SpaceX Илона Маска. Вы находитесь здесь. Правда, вот все события, которые описаны в этом меме, они уместились в нескольких годах, то события, которые связаны с изучением причинно-следственной связи, курение и Раклевского, они уместились где-то в век. Что знали до 20 века у Раклевского? В такой монографии, большой книге, которую написал известный хирург Джон Буансаттон, опухоли невинные и злокачественные в 1893 году, ни слова не сказано о Раклевском Левском. Такого заболевания там не существовало и нет. Были издания 1903 года, 1911 года, и только в издании 1917 года наконец-то появилось упоминание о Раклевского, причем это было в главе, которая была на самом деле про опухоли губы, полость рта, языка и картани и так далее. Вот это так далее, это маленькое такое упоминание было про Раклевского, потому что это очень редкая опухоль, вообще не факт, что она существует, и не факт, что она есть первичная, это не опухоли какие-то другие, которые появляются в легком. И вообще для хирурга фактического эта опухоль не представляет большого интереса, да и научную работу тоже неинтересно, поскольку она не встречается. То, что было дальше, в принципе, известно, вот это в Великобритании, как раз распространенность Раклевского. То же самое было в США, то есть начиная с 20-х годов, начинается резкий рост заболеваемости. Первое, что регистрировали, это, конечно, смертность, Раклевского. Кстати, вот эту картинку впервые я, конечно, увидел лет 10 назад с презентацией Евгения Новымча-Менитова, и она мне очень запомнилась. Но что было дальше? В 47-м году есть публикация в британском медицинском журнале, в британском журнале изучения рака, о том, что в Дании, в Дании появился раковый регист, резко растет смертность от рака легкого. В 47-м год, чем авторы объясняют это? Авторы пишут, что все связано с тем, что у нас получается диагностика. То есть, да, смертность растет гигантскими, просто неимоверными шагами мужчин, но это связано с тем, что мы лучше диагностированы, больше ни с чем. Вот такая вот история была в 47-м году. И, собственно, первое эпохальное исследование, которое связано, связало вообще курение и как-то научно связало курение и рак легкого, это исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации и в 1950-м году Вайндер и Грэхом изучили распространенность курения у тех людей, у которых был рак легкого, и у тех контрольных групп, у людей, у которых не было рака легкого. Выяснилось, что у раки легкого чаще встречаются интенсивные курильщики. Буквально через несколько месяцев было опубликовано исследование в Битарском медицинском журнале, это более известное исследование Долла и Хилла. И, собственно, это исследование, к аналогичному дизайну, также показало, что среди больных рак легкого встречается очень много курильщиков, причем курильщиков, которые курят более 25-50 сигарет в день. Да, в 1950-м году вышло, на самом деле, обновленные данные этого же исследования. Если в первом количестве человек было порядка 600, то в 1952 году там было уже порядка 1300 случаев рак легкого, и в контрольной группе было столько же. И, в принципе, все эти данные, которые говорили, говорили о том, что у группы рак легкого интенсивных курильщиков было больше. У людей, которые курят много, было больше. Что ответило на это индустрия табака в 1954 году, начале 2004 года, что курение, по их мнению, несмотря на все вот эти публикации, пока не связано с каким-то проблемой со здоровьем, и никаких проблем пока не существует. Давайте изучать проблему дальше. И, собственно, в 1954 году вышло знаменитное уже перспективное когортное исследование, тоже до Уехила, где опросили британских врачей, ой, курят они или нет, и потом их наблюдали с точки зрения развития рака легкого. И, собственно, выяснилось, что у курильщиков была повышена частота развития не только рака легкого, но и других, многих заболеваний. Это были и средствосудистые заболевания, и другие заболевания. И, собственно, это основополагающим исследованием, которое, собственно, и показало, наверное, основное исследование, которое показало связь курения и рака легкого, уже после этого появились и доклад главных хирургов в США и так далее, и так далее. Потом уже появилась волна борьбы, собственно, с этой началась борьба с курением. Собственно, вот все те данные, которые мы знаем сейчас, данные из исследования Долу и Хила, количество кучи рака легкого было сильно выше в группе курильщиков, которые курили больше 25 сигарет в день. И что мы читаем уже спустя еще 8 лет? Это журнал «Ланцет». Журнал «Ланцет» в 60-м году пишет, что, да, курение, связь есть какая-то между курением и раком легкого, но не факт, что там есть какие-то канцерогены. И вообще это может быть так себе связь. И, возможно, это просто вторичная причина развития рака легкого. Первичную причину мы пока не знаем, но будем искать. 62-й год, журнал «Ланцет». На самом деле, после этого была серия публикаций, исследований врачей британских мужчин, которые показали, что курение связано не только с развитием рака легкого, но и кучей других заболеваний. Более того, было показано, что отказ от курения, он, собственно, да, отказ от курения, он снижает риск преждевременной смерти. И чем раньше этот отказ от курения произойдет, тем выше возможность вернуться в группу по выживаемости не курильщиков. То есть, если, например, отказаться от курения в 25-34 года, то, в принципе, выживаемость будет представима той, которая у не курильщиков и так далее. Даже, но важно, что они показали, что независимо от того, в каком возрасте человек отказывается от курения, это благотворно влияет на его здоровье и уменьшает риск преждевременной смерти. Но, на самом деле, этого было мало. Мы же в эпоху доказательной медицины нужны рандомизированные исследования. Как же так? Нет рандомизированных исследований, которые бы доказывали связь курения и рака легкого. На самом деле, рандомизированные исследования провести теоретически даже невозможно, потому что мы не можем рандомизировать людей, вы курите, вы не курите. Но можно провести рандомизированные исследования эффектов отказа от курения. То есть, программа отказа от курения, собственно, это было проведено только в 2005 году. Первое рандомизированное исследование, где оценили влияние программы по отказу от курения на общую смертность. было показано, что несмотря на то, что небольшое количество человек отказывается от курения в группе воздействия, это все 22%, но тем не менее это уже снижает смертность в перспективе 15 лет. Ну, собственно, было исследование еще в 2007 году, тоже номинированное, тоже такие же данные, что снижает и смертность, если активно предлагать различные формы отказа от курения людям. И они действительно будут отказываться. Что в итоге мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем, что табак является причиной огромного количества онкологических заболеваний и рак легкого это самая главная причина развития рака легкого. Более 80% случаев рака легкого возникает исключительно из-за курения. Других никаких причин главных нет. Ну, собственно, как бы могло выглядеть вот этот самый хептический мем. В течение века постоянно кто-то говорил, что нет, нам нужно еще доказательства. Связь к курению рака легкого не доказана. Нет, нам нужно еще доказательства. И так далее. К вопросу о том, что всегда будут находиться люди, которые будут подтвердять сомнения, довольно уже очевидные. Какие другие причины рака легкого бывают? Другие причины рака легкого есть, они всем многим известны. Но к тем, которые стоит упомянуть, это в первую очередь пассивное курение. Есть курение, есть пассивное курение. Если даже человек не курит, у него возникает рак легких, то высока вероятность, что человек был поддержан пассивному курению в анализе. Либо он жил с кем-то, кто курит активно, либо его работа заключалась в том, что он находился в контакте с людьми, которые курят. И пассивное курение в мире обязано гигантскому количеству смерти. Об этом не стоит забывать. Радон. Радон важный. Вторая, на самом деле, после курения, пассивного курения причина развития рака легкого. Радон – это такой бесцветный газ, который образуется в естественных условиях. И часто он есть в помещениях, в жилых помещениях, если есть какие-то проблемы при постройке, отсутствуют какие-то трещины в фундаменте, он исходит из земли. И чем больше концентрация радона, тем выше риск развития рака легкого. Причем воздействие радона потенцирует эффекты курения в том числе. Был запрос подан в свое время в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор сообщил, что в некоторых регионах есть превышение идеического наркотива более 250 км кубический содержания радона. И на самом деле, в большинстве случаев, это здания старой постройки, где какие-то проблемы были при сооружении фундами и так далее. Какие еще причины рака легкого могут быть? Вот вышел такой метаанализ замечательный в 2017 году замечательными китайскими учеными показали, что а может быть вирус попелом у человека, который вызывает уже рак шейки матки, вызывает опухоли гортоноглобки и полости рта может быть, не может быть точно, может быть он вызывает опухоль рака легкого. Провели метаанализ, было на самом деле много исследований и показалось, что у больного от данного карцином легкого вероятность, что у этого человека будут обнаружены какие-то следы вирус попелом у человека опухоли выше 3,5 раза. Но это китайский метаанализ, мы не доверяем китайским метаанализам. На самом деле, проблема изучения ВИЧ-ПВ и ППЧ-и рака легкого она начала в где-то в 80-х годах, были исследования этим все перечислены здесь и в принципе довольно много. То есть это не ни один метаанализ, метаанализ и не одни только работы китайских специалистов. Да, были много работы, вот одна из них опубликована была в журнале One Cancer, это японские коллеги показали не только связь с вирусом пепелома человека с раком легкого, но и повышалась вероятность, что именно в опухолях, у которых есть мутация GFR, есть какие-то следы, скажем так, вирусом пепелома человека. Но опять-таки, пока мы не говорим о причине следственной связи, пока мы говорим о том, что мы наблюдаем это явление, большую частоту вируса пепелома человека вот в таких-то и таких-то опухолях. Опять-таки, все выборки они будут пепелили пока очень маленькие. Еще одно следование 2016 года из коллег из Moffitt Cancer Center в США. Тоже небольшое количество пациентов, и, честно говоря, меня удивляет, откуда у них 81% положительных GFR пациентов с пускоклеточным раком, но это второй вопрос, но не менее, они также показали, что какие-то следы сурагатные наличия вируса пепелома человека в опухоли и показали также, что выживаемость этих пациентов она намного лучше, чем пациентов, у которых не было следов вируса однодушно. Да, это публикация в британском журнале рака. Почему эта проблема заботит нас? Потому что в России, на самом деле, начинается эпидемия ВПЧ. Если мы посмотрим на количество умерших женщин младше 3-5 лет индустрируемые показатели в России, то мы видим, что возрастные показатели, то мы видим, что растет единственное онкологическое заболевание смерти, которая растет у женщин младше 45-5 лет, это рак шейки матки. Это говорит о том, что в состоянии идет инфекции вируса пепелома человека. Эпидемиология в мире. Сразу посмотрим, что если мы возьмем... недавно читал интервью наших коллег в российской газете, если я не ошибаюсь, рассуждали о том, что мы не можем никак объяснить, почему в России такие низкие показатели состояния рака легкого, хотя в мире они выше, у нас, наверное, плохая регистрация и так далее. Ну, вот, собственно, у нас показатели заболеваемости раком легком, в России действительно у нас не самые высокие, США выше, в Европе выше. Наверное, что-то не так действительно с регистрацией. Но здесь представлены показатели для обоих полов. Если мы посмотрим заболеваемость раком у мужчин, то как-то картина более понятнее. Россия в лидерах по заболеваемости раком легкого среди мужчин и следующий слайд. Если мы посмотрим заболеваемость раком легком среди женщин, мы увидим, что в России как раз одна из немногих стран, где заболеваемость раком легком среди женщин небольшая. На самом деле, если мы посмотрим, дальше мы немножко еще это обсудим, почему так случилось. Собственно, это показатели в мире, в мире рак легкого является главной причиной. Если все страны вообще взять заболеваемость, самая высокая, все мужчины и женщины. И смертность тоже самая высокая. В Российской Федерации в принципе тоже самое, но посмотрите, в Российской Федерации действительно женщина болеет гораздо реже, чем мужчина. Вот, собственно, как и в самой распространенной обухоли в России в мире, оба пола, мы видим, что в мире на первом месте по количеству случаев, по правильному количеству случаев, это рак легкого, в России это атмосферно-колоритальный рак. А научная железа это только потом рак легкого. Если мы посмотрим только мужчин, то как-то картина логичнее, потому что мы видим, что в России на первом месте рак легкого, как и в мире. Но если мы посмотрим на женщину, то абсолютное количество случаев на первом месте, да, на первом месте это рак молочной железы, как везде в мире. На втором месте в мире это рак легкого, как в случае смерти от рака. А у нас в России такой ультальный рак, потом рак желудка и только потом рак легкого у женщин. Давайте посмотрим, как выглядят тренды смертности в России и вообще в мире от рака легкого. Если у мужчин, мы видим, что Российская Федерация такая вардовая, фиолетовая. Ну, в общем, мы одни из лидеров сейчас по смертности от рака легкого, но после где-то 90-х годов у нас постоянное падение смертности от рака легкого идет. И заболеваемости тоже, на самом деле. И это так же, как, например, и в Польше, это среди мужчин. Так же, как было в мире, там, задержки в 20 лет. Что мы видим у женщин? У женщин заболеваемости, точнее, смертности от рака легкого, самая низкая среди всех у перечисленных стран, в том числе Соединенные Штаты, Нидерланды, в Мыне, Польше, Финляндия, Дания и Китай. Собственно, почему у нас распространенность рака легкого в России отличается от других стран? На самом деле, не надо искать никаких причин. Главная причина – это распространенность курения. Если мы посмотрим вот в правой части слайда, то мы увидим, что количество курящих мужчин, относительно общего количества мужчин в России, намного выше, чем женщины, от общего количества женщин. Да, вот мы видим, как менялись распространенность курения в 2010-м и прогнозируемое в 2025-м году в Польше, России, Украине и Нидерландах. Мы видим, что в России и Украине крайне высокая была распространенность курения среди мужчин, это только мужчины. И, соответственно, выше, чем в Польше, намного выше, чем в Нидерландах и в других европейских странах. А у женщин, что в России, что на Украине, что в других тоже по Советской Республике, крайне низкая была распространенность курения. была, есть и, собственно, никуда она не движется по данным ВОЗ. В других странах, же Польше, там, и Нидерландах, она была намного выше женщины, только сейчас, в последние 20 лет она снижается. В самом деле, что-то похожее в Японии, где женщины никогда много не курили. Если распространенность курения в Японии, в США, вот была такая волнообразная, как среди мужчин, так и среди женщин, и ее распространенность курения достигала 30% среди женщин в США, то в Японии распространенность курения никогда не превышала 20% среди женщин. Собственно, этим объясняет Россия, то, как распространяют распространенность курения в России. Мы видим, что это одна из причин основной заболеваемости и смертности в России и всех онкологических заболеваний среди мужчин, и не самая главная причина распространенности, а причина смерти и не самая главная схитрение распространенности и онкологическое заболевание среди женщин. Как менялась в России заболеваемость за последние 20 лет? у женщин на самом деле последние годы стабильные показатели заболеваемости и смертности от рака легкого. И они крайне низкие по сравнению с другими трагическими заболеваниями. Ну, даже вот мы видим, как растет заболеваемый с ракомолочной железы, это связано с разными причинами, потому что у нас есть факторы с риском, диагностическими, скринингами, возможно, программы. Но мы видим, что смертность снижается. У рака легкого стабильные показатели заболеваемости и смертности. Прогноз. На самом деле, можно построить прогноз и если у нас даже будет стабильный сконвертированный показатель, то есть, влеченный по возрасту заболеваемость с раком легкого, то у нас количество женщин, которые будут диагностироваться, у которых будет диагностироваться от легкого, будет расти, ровно потому что у нас как у нас увеличивается положительность жизни, у нас увеличивается население, количество, так ли иначе, количество женщин, абсолютное число женщин, которые будут диагностироваться от легкого, будет расти. И, например, в ближайшую пятилетку будет порядка 12,5 тысяч в год выявляться женщин с раком легкого. Точно так же будет расти и смертность, к сожалению, от рака легкого, несмотря на то, что синтетизованный показатель будет стабильнее этой линии. Смертность будет по абсолютному количеству женщин будет расти. То есть смертность не растет, но абсолютное количество женщин, которых будет умирать от рака легкого, будет расти. Немножко другая картина у мужчин. У мужчин, в принципе, будет стабильное количество, абсолютное количество в ближайшие годы людей, у которых выявляется рак легкого. И следующее число, такое же абсолютное число людей будет, у которых смертность от рака легкого порядка 40 тысяч. На самом деле, для чего нужны эти цифры? Давайте проверим. Вот у нас есть данные какие-то регистра в наших регионах, что у нас происходит. В 2009 году количество мужчин, в принципе, было плюс-минус таким же, которые в 2016 году, у которых выявляли рак легкого. Количество женщин сильно выросло, абсолютное число именно женщин выросло. Это в 400 регионах федерального округа, данные которых у нас есть. Интересно, что динамика по диистологическим типам. Это все оба пола. Мы видим, что растет количество внизу аденокарцином. И она растет, как у мужчин. Видите, внизу уже доля аденокарцином составляет 20% от всех-всех опухолей. Это и мелкоклеточный рак, и в том числе... И очень много, на самом деле, опухолей. Вот их стало меньше, но очень много опухолей, у которых вообще нет данных о том, какой-то дискологический тип. Просто рак легкого. У женщин же этот показатель уже составляет порядка 30% от всех вообще больных, у которых всех опухолей, которые ставят топографические, там, C34. Соответственно, ну, все равно остается вот эта серая зона, у которых вообще нет данных. Ну, ничего не проставлено. На самом деле, для чего нужно нам предсказание, если мы возьмем статью Ильиномыча 2016 года о распространенности мутация GFR среди мужчин и женщин в России, мы видим различные показатели. Если я на карцином, например, количество мутаций порядка 9%, это 37% у женщин. Почему это важно? Ну, например, если бы я планировал закупки препаратов, например, негибитов, тирозенкиназов и на всю страну, я бы, наверное, взял прогноз, посчитал, сколько там данных на карцином выявляется, опять-таки, сколько среди них мутация GFR нам есть данных. Ильиномыча, хорошо бы, конечно, было себя добавить в возрастные данные, но это как бы вопрос технический, а не фактический. Мы получим примерно сколько человек в год в России нуждается в ингибиторах тирозенкиназа. К чему это? К тому, что эпидемиологические данные могут пригодиться не только для того, чтобы смотреть, как распространяется рак и так далее. Довольно практические цели преследуют. Ну, на самом деле, их будет порядка полутора тысяч человек, потому что очень много учтенных посмертных сохраняется, периодки легкого и порядка 25% вместе с учтенными посмертными не переживают один месяц после диагноза вот в этих четырех регионах северо-западом. Ну и в завершении просто красивые картинки из северо-западного федерального округа. Выживаемость в зависимости от дискологических типов. Мы видим, что получается, что если взять все-все-все опухоли без учета других факторов, то вероятность, что человек проживет дольше, есть у больных с адренокрациномы, чем, например, с поклеточным раком легкого. И женщины. Если у женщины выявили рак легкого, то вероятность того, что она будет жить дольше, выше, чем у мужчины. Опять-таки, все это по данным, там порядка, если я не ошибаюсь, это порядка 12 тысяч больных, которые выявили за период, ну, порядка 10 тысяч, нет, больше 10 тысяч больных, которых выявили в телеверо-западном округе в течение последних 10 лет. Мы видим, на самом деле, что если посмотреть отдельно, сравнить проскоклеточный рак и аденокрациномы, то, что выставляются, то получается, что... И мы видим, что выживаемость, на самом деле, мужчин и женщин одинаково почему-то при проскоклеточном раке, но именно все отличия связаны с... И мы видим, что все различия связаны именно почему-то выживаемости между мужчинами и женщинами с аденокрациномами. На самом деле, это такая же картина для карцинома, но это интересно посмотреть, какие еще причины на это влияют, и в каких стадиях выявляют этих пациентов и так далее. И как путают диагнозы мужчин и женщин. Интересно. И на самом деле, как ни удивительно, но выживаемость согласно категориям ТНМ и по стадиям в регионах северо-западов вполне себе соответствует, потому что мы видим на картинках создателей классификации ТНМ. И первая стадия действительно вверху, а четверая стадия действительно внизу. Единственное, что попадается без стадий. Таких пациентов довольно много, кстати, в аквилос-регистрах регионов, которые являются смесью очень плохого прогноза и просто пациентам, которые не поставили на такой диагноз. И идут где-то поперек всех вот этих линий. На самом деле, уже полчаса прошло, поэтому я думаю, что про скейнинг уже нет. Я не могу сказать докладу эпидемиологии рак легкого, поэтому спасибо за внимание. Спасибо большое, Антон Алексеевич. Спасибо большое, Антон Алексеевич. Антон Алексеевич с нами был на связи из Финляндии, из университета Тампере. Какие будут вопросы, коллеги? Или комментарии? Антон Алексеевич, подскажите, хоть вы не затронули скрининг, но на самом деле это достаточно актуальная тема, подскажите, какие вы видите перспективы на ближайшие 5-10 лет в Российской Федерации? Перспективы в чем? Скрининга. А, скрининг, окей, по скринингу, окей. На самом деле, первый скрининг, никакая цифровая графия рентген не является методом скрининга. Первое, что надо сделать, попытаться как-то отказаться от поголовного использования этих методов с целью скрининга. Второе, скрининг – это бессимптомное население, курильщики. И сейчас, на самом деле, если говорить о всей Российской Федерации, это в Москве начинается большое исследование скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной полиграфии. Москва может себе это позволить. У них есть 60 поликлиник, у которых стоят томографы, компьютерные томографы, которые на данный момент по разным причинам пустуют. Соответственно, они планируют начать скрининг рака легкого, и у них главная проблема не в том, чтобы найти томографы, а в том, чтобы догнать население выполнять компьютерную томографию. И другой момент – это, конечно, любой запуск программы скрининга в России в перспективе требует обучения кадров. И то, что мы видим по скринингу рака молочной железы, не всегда в регионах, несмотря на количество маммографов и выполняемых в России, мы видим качественное выполнение обследований. Мы надеемся, что если и запускать когда-то в России скрининг рака легкого, это, в принципе, снижает смертность, и одна из немногих программ, которые снижают смертность не только от рака легкого, но и общую смертность. То начинать это надо с обучения специалистов. Сейчас довольно внедрены эффективные методы оценки очагов с помощью измерения объема. Введены отличные алгоритмы по времени удвоения объема очага, которые помогают не трогать многие узлы, которые выявляются, а просто их наблюдать, потому что мы знаем, что большинство этих узлов не является раком. Но, конечно, пока это удел исследований. Еще вопросы? У нас есть электронный вопрос. Антон Алексеевич, как Вы считаете, у мужчин те же причины развития рака легкого, в том числе реализации генетических мутаций, что и у женщин? Как Вы считаете, у мужчин те же причины развития рака легких, в том числе реализации генетических мутаций, что и у женщин? Ну, мы знаем исследование Евгения Наумовича. Я не знаю, будет у Вас доклад Евгения Наумовича? Без него никуда. Да, отлично, потому что он Вам подробнее расскажет, но, конечно, да, мы видим различную частоту встречаемости мутаций, причем это не только обусловлено тем, что курит или не курит человек, или в том числе и полом. Да. Спасибо большое, Антон Алексеевич, за свою прекрасную презентацию. Продолжение следует...